Аккуратно, аккуратно. Макс, ты убьёшь его? Чё? Мува Ви называется. Марина решила сделать приборку. То, что решила, уже чувствует немного больше сил, чтобы сделать уборку. А то дети вообще не помогают почти. Люка здесь спит при таком шуме. Макс рисует, а я смотрю про Мотор Ком и РВИ. Молодец! Папа, на ВИП. Паш, ну что ты делаешь? Сейчас все подумают, что жена у тебя совсем изверг. Муж еще реабилитацию полную не прошел, а уже уборку порядок наводит. Он насмотрелся на меня, как я на кухне порядок наводила, решил тоже помочь. Говорит, что надо расхаживать ногу, чтобы легче она заживала. И вот решил заняться уборкой. Максик такой помощничек, молодец, да? Макс, сейчас пылесосить все будет, да? Ну, куда я заберу это? Паш, ну как ты себя чувствуешь? Нормально? Нормально? Да. Сегодня, значит, у нас конец февраля месяца, прекрасная погода. Наконец-то началась теплень. Да, сегодня 24-е. 27 градусов по Цельсию на улице. Это прям очень-очень классно. Вчера вечером даже было, по-моему, 23-24. Уже часов в 9. Едем мы, в общем, сейчас за такой штукой коляской, да? Как она? Сзади. Для велосипеда коляска такая, куда можно посадить двух наших детей. Максика, да? И Илюксика. Илюша, а не Илюшика. Илюша, да. На offer up мы нашли. Это такой сайт специальный, где вы можете купить бэушные, юзанные вещи, использованные уже у людей. Они сами продают. 50 долларов он стоит? Вроде по фоткам он нормально выглядит. Сейчас посмотрим. Смотрите, какая-то скамейка. Да, классная скамейка. Проезжаем даунтаун с Патенбурга. А, еще хотел сказать, что новая такая коляска стоит, по-моему, минимум 200-250 долларов. И, конечно, разные есть по качеству. По-моему, даже за 600-700 видели, да? Что-то такое. Ну, все, купили мы эту штуку. Да, до меня и до мужа. Да. Она, говорит, новая, ни разу не пользуясь, купили и что-то там... До меня и до мужа. Что-то там, в общем, они другое купили, да, потом? Это до меня! Да, еще в придачу нам дали. Каталку для Макс. Окей. Поехали сейчас в парк быстренько. Какой парк? Какой парк. Вот можно даже здесь так вот работать. Какой-то самый дешевый пикап и прицепик вот на одну машину открытый, и то можно зарабатывать деньги. О, флаг я один-как! Мама! Соединенные Штаты Америки. Флаг Южной Каролины. И какая-то корпорация. Заходите, обниму-то, Максик. Центр-даунтаун-спадимон. Какой парк у меня тут? Ну, в общем, мы быстренько съездили за этой штукой для велика. Куда будет садиться? А, там мало меняют памперс. Скинули ее дома и поехали за детьми. Хотим в парк сидеть. Сегодня классная погода. Здесь вот сейчас все... Илюша вообще не понял. Да, на дороге все стоят. Вот. И это... И ждут, в общем, очереди. А здесь слева я слышу детские крики. Вон там видно детская площадка. То есть просто кто-то снимает здесь помещение и использует его под садик. То есть садик тут тоже люди, где только могут, там и делают. Вот. А в линии, получается, в 3.05 заканчивается у нас у детей школа. И уже такая огромная линия. Вот видите, там сзади машины стоят. Вообще очень много машин стоит. Прямо на дороге вот так вот, да? Потому что там уже места нету. И нужно 30 минут ждать. Поэтому мы обычно ездим... Я обычно езжу уже в 3.30, когда уже машин почти нету. Вот. И ты нисколько не ждешь, а также примерно забираешь. Но если стоишь в этой линии, то забираешь в 3.25. И 5 минут, может, раньше. Но так как мы хотим сегодня поехать в парк, классная погода, пускай дети побегают, на солнышке побудут. Поэтому мы решили постоять. Постоять в пробке, пока мама кормит Илью и переодевают его. Кто идет, Макс? Макс, кто идет? Кто идет? Анжела. Пишли дети. А ты оттуда его идет? Поднимай, поднимай, Элюшка, если. Давай, давай, сильней, сильней. Давай еще, еще. Что, все взяли? Вот мы приехали в парк, аэропорт парк называется. Почему? Потому что здесь рядом аэропорт частный. Можно свой самолет иметь и здесь попарковать, отсюда взлетать. И летать во Флориду, например. Леша вон уже побежал. Бегать не хватает этих движений, конечно. Столько времени сидели дома. Этот коронавирус. Дожди были в феврале. Вот. Нет, смотри, вы все разберете. Первый раз вышли. Илюха спит. Ну что, как гуляется? Хорошо. О, Макс сбежит. Да, оставь бы там машинку, Леша. Никто бы ее не взял. Классно, наконец-то тепло. Да, Леша? Леша, оставь бы там машинку. Что ты ее таскаешь? А хотя знаешь, ты что? Это хорошо. Вот прошло уже две с половиной недели. Я говорю, все, стой, Леша. Я говорю, прошло две с половиной недели уже. Я уже начал потихоньку нагружать эту ногу, то есть на нее вставать. Потому что если совсем не нагружать, не вставать, то получается, она закостенеет, и будет еще сложнее ее расскажет, потом, когда все уже максимально заживет. Да, уже поджилу, но все равно опухоль присутствует. Нога сгибается только где-то вот на 110-120 градусов, дальше не сгибается. Но полностью вроде разгибается. Нелегко, но разгибается. Поэтому уже немножко лучше, слава богу. Будем наблюдать дальше, что будет. Подписывайся на наш канал, ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Дети играют там на детской площадке. И как увидели, что мама начала собаку отпускать, потихоньку подошли. Сначала Тима подошел, потом Макс подошел. У меня же тоже будет. Классно. Классно, что в Америке есть такие парки с травкой. Мягкой. Илюб кряхтит. Дима, ну так это твоя проблема. Ты же не гуляешь. Прокажи, спасибо.